Безусловно, самая тревожная новость наша сегодняшняя – это армяно-азербайджанский конфликт. Конфликт разгоруется на границе Армении и Азербайджана, не на территории Нагорного Карабаха. Погибли военнослужащие и нерядовые с азербайджанской стороны. Погиб генерал с армянской, да и полковник с армянской, тоже офицеры, рядовые явили. Турция не смогла отказать себе в удовольствии поражигать, как это всегда и бывает, потому что конфликт тяжелый. Мы в нем не можем себе позволить поддержать одну из сторон. Да, у нас на территории Армении военная база, да, Армения часть ОДКБ, при этом отношения с руководством Азербайджана у нас гораздо прочнее, чем с сегодняшним руководством Армении. Давайте не забывать еще и об этом. При этом, надо сказать, что Азербайджан намного богаче, потому что нефть, и поэтому с вооружением там все куда круче. Армения гораздо более серьезный противник с точки зрения руководящего состава и, что называется, боевитости. Это показал еще Карабахский конфликт. В рамках Карабахского конфликта, если бы не удалось вообще остановиться вовремя, и Азербайджан потерял небольшую часть своей территории, занятую ополчением Карабаха, то, вообще-то говоря, профессионалы, которые очень симпатизируют Баку и родились в Баку, и знают Азербайджан наизусть, грустно шутили, что Карабахское ополчение бы и до Баку дошло, если бы что. И свидетельства и настроения там именно такие, потому что значительная часть армянских районов, равнинных районах Карабаха, занята точно так же азербайджанцами. Взаимное изгнание жителей никому любви друг к другу не прибавило. У каждого свои воспоминания. В Армении вам расскажут о сумгаицкой резне, и о 26 бакинских комиссарах, и о том, как мусаватисты резали армян в Баку в гражданскую войну, и о турецкой ситуации, потому что геноцид армян в Турецкой республике. Это как раз те самые годы, вслед за которыми и началась революция и гражданская война, и там история, ой, какая нехорошая. Сегодня Турция при этом в Азербайджане чувствует себя как дома. Да не просто как дома. Два государства, один народ, такая хитрая формула, придуманная Эрдоганом. Возникновение на территории Азербайджана вслед за турецкими серыми волками, фашистской, нацистской организацией азербайджанских волков. Тоже серых. Вот не спрашивал насчет света. Они со мной в переписку вступая, после на визит в Карабах продемонстрировали, что ничем от своих турецких соратников не отличается. Нормальная, готовая к чему угодно террористическая организация. Ну, плечами, пожалуй, мало меня киллеров, что ли, обещали со всех сторон встретить. Ну, еще и эти, в конце концов. Господи, в очередь пусть становится. Но в целом это все очень-очень невесело. С другой стороны. Вот если вы посмотрите в интернете сейчас на кадры того, что происходит в Баку, какие демонстрации идут, что вечером было. Ну, город забитый толпами людей, колоннами машин с включенными фарами. Очень жесткая настроенность на раскрутку конфликта. Отберем исконные азербайджанские земли у армянского врага. Когда вы говорите с Арменией, вам расскажут про село Трехмаршалов, где родился маршал Баграмян, самый известный из них, который теряю Азербайджан. Опять-таки, про сумгаид и много про что другое. И тоже будут правы. Добрая, старая политика национальная времена Иосифа Виссарионовича Сталина. Закладывайте мину национальную. Причем мину, которая взорвется обязательно. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Но она точно взорвется. Потому что там все столетиями. Зрело, зрело, зрело. Вот одна земля, два народа. И что вы с этим сделаете? Израильтяне и палестинцы сейчас то же самое. При этом армянская сторона азербайджанских могил, кладбищ, мечети, мазары не уничтожает. Это факт. Азербайджанская сторона, извините, так зачистила все территории, которые находятся под ее контролем, включая Нахичеване. Те же самые хачкары. И очень большое внимание этому делу уделяет в международных организациях. В той же Женеве выставка, посвященная столетию геноцида армян, в ЮНЕСКО. Любимые мои организации. Я ЮНЕСКО прям вот сильно люблю. Меня мои выпускники, все, которые там работают, пытались убедить, какая это замечательная организация. Потом, правда, плюнули и перестали, после того, как новое руководство ЮНЕСКО взяло на щит и начало продвигать нетрадиционные для постсоветского пространства сексуальные ценности. И количество полов, которые в ЮНЕСКОвских учебниках для маленьких детей, начальных классов школы или для детских садов, в том числе не только продвинутые на эту тему Европе, но и в третьем мире достигло каких-то совершенно немыслимых величин. Ну, российскому дипломату на это смотреть тошно, честно говоря. Он, хотя и дипломат, но вот не до такой степени продвинутый, чтобы радоваться радужным флагом и аплодировать всему безобразию, которое творится в международных организациях. Вот в ЮНЕСКО, да, было такое дело. Большой был скандал с прошлым начальством на тему того, как именно по сигналам из Азербайджана пробежались по соответствующей части выставки, посвященной уничтожению армянского исторического наследия в Нахичеване. Были дипломаты, работавшие чиновники под ЮНЕСКО, и, соответственно, таблички-то все поснимали, чтобы не было понятно, где это было. Ко мне это дело пришло от европейских международных объединений армянских. Они были совершенно потрясены. И действительно нехорошо. Ну, нехорошо, некрасиво. Мало чего в истории, где было, что вы теперь должны историческое все уничтожать, что не относится к тому периоду, когда вы сюда пришли. Ну, ребят, в конце концов, крупнейший и стариннейший армянский город на Северном Кавказе, ну, это покуп. И чего теперь с этим сделать? Была Великая Армения, там и Ливан был, и большая часть сегодняшней Сирии, и вся Восточная Анатолия, и остров Кипр. Ну, не были тогда в те века еще тюрки нигде на планете. Просто не было их еще. Что теперь поделать? Так и славян не было. Мало ли что. Греки были, римляне были. Ну, не нынешние. А черт-те знает какие. Поэтому конфликт имеет древние корни. И вот когда у вас есть конфликт, который имеет древние корни, и вот его гасили, 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 честно говоря. Да, наши власти в советские времена заложили вот эту мину. Схема такая. Вцепились в глотку, пришли в Москву, пожаловались товарищу Сталину. Товарищ Сталин надавал всем по ушам, со свойственной ему либерализмом. Кто после этого жив остался, больше воевать не будут. Дошли к ситуации, когда у нас было много смешанных брендов в консусу советского периода. И как-то более или менее баланс составили. Ну, его как-то составили. А потом советская власть накрылась. И, кстати, конфликт на Горном Карабахе был одним из, ну, пожалуй, их первым, по которому было видно, что сейчас все взорвется. При этом то, что Михаил Сергеевич Горбачев решил на какой-то короткий период Андропова из себя построить и всех под Москву там замять и спецпредставителя послал. Ну, Горбачев не Андропов. И уж точно не Сталин. Рассказывали мне странные вещи. И как это начиналось. И как начинался Сумгаид. И как и что начиналось в ответ в Армении. Наскладывалось после того, как поговоришь со свидетелями начала конфликта и с армянской, и с азербайджанской стороны. А такое впечатление, что это была тяжелейшая провокация. Ну, нормальная же тема. Вот провокация. А теперь мы берем план Х, реализуем. И а-ля улюга не гусей. А план Х не реализовывается. Забыли, что для плана Х нужно, чтобы в Москве какие-нибудь такие ребята сидели, у которых будут боиться те стикулы. Как говорят в таких случаях те же самые израильтяне. Вот оно или есть, или его нет. Насчет тестостерона у Михаила Сергеевича, извините, пожалуйста. Ну, вот любые такого рода конфликты. В Милиси, в Прибалтике, где угодно. В Литве и в Латвии. Да, господи. ГКЧП и тема Крыма. Значит, сначала что-то начинается. Армию посылают это дело давить. Потом возникает страшный крик. Вы чё? И Михаил Сергеевич, оказывается, не в курсе. Виноваты все, кроме него. Но он не в курсе. До него дозвониться не могут. Я поэтому так сильно люблю этого человека. И каждый раз он был не в курсе. То с турками-месхетинцами с резней в Центральной Азии. То со всем, что в Карабахе проходило. То во всех остальных случаях. Ну, к чему это приводит, мы понимаем. Потому что, когда проливается кровь, ну, тут всё. Вот у вас, хорошо, у вас друзья армяне, вы живёте в Баку. У вас родственники есть, поженился кто-то с кем-то. А у вас погиб кто-то. То же самое в Армении. Вот бакинские армяне, у них есть друзья азербайджанцы, ещё что-то. Ну, прикрыть друга там от толпы, чтобы не разорвали на куске, ну, наверное, могут. Но и то вопрос. И прикрывали. Мы сегодня имеем застарелый конфликт, по поводу которого лезть туда пытаются все, разжигать его пытаются все, гасить его пытаются только Россия. Заметьте при этом, далеко не только Турция встала на сторону Азербайджана. Наш добрый друг, горячо мной любимая, Республика Украина, героически встала на сторону Азербайджана. Развожу руками, внутренне матерюсь, в эфире не употребляю, и тем не менее. А дело в том, что от Азербайджана в Украине много чего надо. Нефть нужна. От Армении ничего. Ну, да, Аватков армянин. И что? Да он не смог даже тему геноцида армян, чтобы его таковым признали, в Киеве пробить. Задавил его Мустафа Джемелёв со своим лобби крымско-татарским, а точнее турецким лобби. И всё. На сегодняшний момент на Украине тема «Тепер я турок не казак» помните такую оперу «Запорожец за Дунаем» звучит прям вот да. Турция – это перший союзник после Америки, и она примерно такая же «Ц» Европа, как и Украина. Турецкий слон – лучший друг украинского слона. Все вместе теперь они два лучших друга у азербайджанского слона. С другой стороны, а чего Эрдогану не пошурудить кочергой в чужом пожаре? Наоборот, он это дело любит. Вот он в Ливию пошёл. Не весь зачем, но ему тоже понятно зачем. Здравствуй, ливийская нефть. Здравствуй, соглашение по шельфу. Там египтяне уже, взбеленившись, готовы пройти против турок. Неизвестная никому авиация, злые языки говорят, что Эмираты, объединённые Арабские Эмираты, которые тоже не самый близкий друг Турции на тему Ливии, и не только на тему Ливии, там ещё есть тема братьев-мусульман, начали уничтожать турецкие опорные пункты, турецкие беспилотники. Там хорошая такая региональная драка. А чё ему Азербайджан? Он ближе Ливии, намного ближе. И населён, ну, вообще-то говоря, тюрками, в отличие от Ливии. И нефть он реально сегодня даёт. Баку-Дбилиси-Джейхан. Связка, по которой азербайджанские энергоносители, да, идут на территорию Турции, уже давно идут. И максимально поддержать Баку для Анкары святое. А уж то, что это, безусловно, ухудшит отношения с Москвой. Баку сделают всё, что могут. А уж то, что это повредит Еревану с его вечной темой геноцида армян, которая для Эрдогана, ну, нож острый, так и вообще святое, разделяй властвуй, всади ножик, поверни его в спинке у соседа, и будет тебе хорошо. А если Азербайджан потеряет ещё больше людей и втянется уже действительно в серьёзную войну, замечательно это будет с турецкой точки зрения. Смотрим на Сирию, оцениваем и вспоминаем роль там Турции, смотрим на Ливию, замечаем сегодняшнюю роль там Турции и понимаем, как это работает. Шикарная тема. Разделяй властвуй действительно очень старые принципы, его не британская империя придумала, ещё у римлян взяли. Ну, собственно говоря, а кто нынче в Средиземноморье наследник Римской империи? Ну, турки говорят, что они. А вы им верите? Понимаете, в чём дело? А куда делись все те армяне и греки, которые сражались против них при Монсакерте? Сколько там в этой самой Турции, в её государственной османской системе, своего степного кочевого, а сколько от местной системы бюрократической? С каких угодно точек зрения. Государственных, политических, традиций бюрократии. Ну, это вот оно. Да, говорят они, мы наследники Великой Византии, вот мы. Ну, просто не Константинополь теперь, а Стамбул, и нечего Софии быть музеем, мы исправили историческую ошибку, как сегодня сказал Эрдоган, нехай она мечеть. Историческую ошибку от Ататюрка. Да. Это вот сильно, конечно. Это чётко говорит о позиционировании сегодняшнего главы Турецкой республики. Вот заметьте, Путин не говорит, я исправляю историческую ошибку Ленина или Сталина, а это как раз сталинские были времена. Вы от него когда-нибудь такое что-нибудь слышали? Я нет. Он не говорит, что он исправляет исторические ошибки, и дальше можно перечислять всю советскую власть, там всех, даже про Ельцина этого не говорит. А Эрдоган говорит, скромный человек, стеснительный, прямо так заметно. Теперь смотрите, есть ещё Америка. Для американцев влезть в мягкое подбрюшье России это хорошо, и чем больше там будет драка, это тоже хорошо. Опять смотрим на Майдан украинский, смотрим на сегодняшние события в Минске, смотрим на Прибалтику, где американцы уже столько всего наколбасили, на Польшу смотрим. Слушаем нашего доброго друга Трампа, который внезапно совершил сегодня историческое открытие. Оказывается, Евросоюз против Америки. Оказывается, десятки лет Евросоюз эксплуатировал Соединённые Штаты, прям грабил. Несправедливость торговли там просто. Ну, имея таких друзей и союзников, врагов, в общем, уже можно не иметь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok